всем всем добрый день мы я еще раз прошу прощения за опоздание слышно ли меня господа подключившиеся к нашему занятию скажите какова слышимость вы слышите все в порядке все хорошо мы сейчас приступим к изучению одной из самых загадочных книг канахи книги даниэля книга это на самом деле могла бы завершать собой наш канон но так сложилось по разным обстоятельствам что не в масорец не в масорецком каноне не в каноне септуагинты она не стоит последний в нашем каноне она в середине книг писаний а в в каноне септуагинты она в конце пророческих книг поскольку образ даниэля воспринимался как образ пророческий об этом мы будем потом говорить попозже не сейчас но на самом деле это самая поздняя из книг танаха которая до нас дошла которая вошла в корпус 24 книг она возможно не самая поздняя если точнее точно не самая поздняя если сравнивать с каноном септуагинты потому что есть книги гораздо более поздние как например маковейские книги а вот но в каноне масорецком то есть в танахе это действительно самая поздняя книга которая была завершена у нее очень сложная структура как мы увидим в дальнейшем она была завершена где-то в середине второго века до новой эры и более того такой вот любопытный факт отмечу предположительная датировка книги отделена с минимальным временным промежутком от первых свитков книги даниэля найденных кумрани их разделяет по предположению исследователей всего несколько десятков лет это феноменальная такая вещь потому что в остальных случаях как правило временная дистанция гораздо гораздо больше это единственная из книг танаха в которой реально по-настоящему заметно влияние греческой культуры которая находит свое выражение как в языке книги в этом поговорим в дальнейшем так и в содержании нет ни одной книги в танахе хотя дискутируется и дебатируется время написания некоторых книг но нет ни одной книги в танахе где бы греческое влияние присутствовала в явной несомненной форме так скажем по некоторым предположениям была создана уже в греческую эпоху третьем примерно веке до новой эры но 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 в ней нет ни одного греческого заимствования на уровне словарного запаса и степень влияния греческой как бы идейной сферы на коэле тоже дискутируется в случае книги даниэля это очевидная вещь мы будем говорить о концепции четырех царств где важное место занимает греция аллюзии на правление антиоха эпифана во времена которого вспыхнула маковейское восстание во второй части книги даниэля эти аллюзии достаточно ясны при всем при этом трудно найти в танахе книгу настолько исторически как бы сказать далекую исторически далекую от реальной действительности чем книга даниэля во всем что касается того что написано прямо внутренних датировок книги даниэля упомянутых царей происходит там совершенно фантастический балаган о котором мы будем тоже говорить единственное что там описано с достаточной точностью это как раз как правило то на что делаются намеки а именно вот правление антиоха эпифана он ни разу не называется по имени и александр македонский ни разу не называется по имени но тем не менее вот как раз те части книги которые касаются этой эпохи они достаточно точно описывают происходившие события при всем том что прямо книга заявляет о том что все происходит все описываемое в ней происходит вавилона персидскую эпоху вот об этом мы тоже будем говорить то есть уже сейчас даже в этой водной водных этих замечаниях в преамбуле видно насколько эта книга загадочно и требует каких-то пояснений но начнем мы с имени главного героя я сейчас открою с вашего позволения необходимый нам файл хотя мы сегодня будем в основном будем в основном говорить вокруг текстов а не читает они читать их но некоторые вещи нам все равно понадобятся сейчас я это открою и начнем наш разговор он до вот я надеюсь что вы видите открытый мною файл кто такой даниэль в книге даниэля мы об этом говорить достаточно много в любом случае это некий еврейский персонаж однако имя даниэль упоминается еще одном месте а именно книги хискеля вот я сейчас хочу представить начнем что наш разговор с этого текста 14 глава книги хискеля который произносится следующие слова бог называет пророка в этой книге бен адам сын человеческий это кстати говоря вещь которая прямым и непосредственным образом повлияло на систему образов второй части книги даниэля тоже будем говорить так вот говорит бог пророку человек земля которая согрешит и будет своим веролобством по отношению ко мне и я протяну руку свою над ней вознесу руку свою над ней и разобью ее буквально посох хлеба то есть лишу ее пропитание и нашли на нее голод и уничтожу там человека и скот и вот речь этих человек которые будут в ней ноах данель и его а вот так написано имя огласовано она как даниэль написано как данель они свои благодаря своей праведности спасут свои души слова господа бога если бы я наслал бы на эту землю хищных зверей которые бы ее опустошили и она превратилась бы в пустыню так чтобы никто бы там не проходил то вот эти три человека в ней жив я слова господа бога даже есть могут ли спасти они своих сыновей и дочерей ответ нет это риторический вопрос только они сами спасутся а земля превратится в пустыню или же если меч про я пущу на эту землю и скажу этому скажу меч пройди по земле и я уничтожу или меч пройдет по земле я уничтожу там человека и скота вот эти три человека которые ей сказал господь бог не спасут сыновей и дочерей только они сами спасутся и да и если я мор нашли на эту землю и пролью свой гнев на ней кровью и уничтожу там человека и скота нох данель и иов которые среди нее только они своей праведности праведностью спасут свои души это как бы некоторая гипотетическая земля это притча это метафора потом там как бы дальше развивается у их из келя становится понятно что эта метафора приведена ради того чтобы сказать а то о том что ожидает согрешившую землю израиль но для но нам сейчас интересны вот эти три образа нох даниэль и и нох и и нам известны хорошо это один из них герой потопа другой герой одноименной книги которая построена таким образом что создает ощущение что иов живет более или менее в какую-то древнюю эпоху сходную с эпохой описываемой в книге берешит там очень много попыток стилизоваться под книгу берешит мудрецы впрочем обсуждают вовсю когда жил и ов предлагают разные эпохи но во всяком случае ноха с иовом объединяет одно свойство это два праведных человека которые не являются евреями они инородцы нох и и поэтому несмотря на огласовку даниэль которая казалось бы наводит на мысль что речь идет о библейском даниэль и вряд ли это возможно вряд ли это возможно поскольку поскольку как бы тогда он выпадает из этого ряда не говоря уже о том что книга даниэля более поздняя чем книга их из келя конечно можно сказать что эта книга описывает время которое более или менее об этом тоже будем говорить совпадает с временем деятельности пророка их из келя это изгнание времен и о яхина с этого начинается книга даниэля а мудрецы впоследствии скажут в одном из медрашей что даниэль был учеником пророка их из келя свяжут их друг с другом но если отвлечься от всех этих рассуждений то очевидно что как бы вот эти три человека их из келем избраны неспроста что это какие-то хорошо известные фигуры древнего мира которые знамениты своей праведностью это не еврейские фигуры потому что выбрана гипотетическая страна не еврейская которая с которой потом сравнивается иудеи тогда если это так то кто такой это данель даниэль который упомянуты их из келя значит здесь следует сказать вот что в 1929 30 годах на территории современной сирии был раскопан древний город который существовал во второй половине половине второго тысячелетия до новой эры окончил свое существование в конце 13 века когда произошла глобальная катастрофа и многие царства развалились это связывают как с экономическими проблемами так и с нашествием народов моря вот угорит пал под натиском врагов народов моря это был город государство которое по своей культуре наиболее близко и по языку тоже наиболее близко к ханаанской это не а это как бы более-менее сирия и близко к ливану и в общем в чем-то финикийцы которые впоследствии жили на территории ливана наследовали угоритскую культуру в некоторых аспектах своих так вот там нашли большие когда отрыли этот город нашли там большой архив глиняных табличек которые на котором было обнаружено клинописное письмо к тому времени уже расшифрованная поскольку акадский язык а также шумерский написанный клинописным письмом уже был тогда известен но когда стали читать эти тексты сразу же выяснилось что исходя из знания акадского языка семитский восточный язык прочесть эти тексты невозможно и обнаружилось довольно быстро что хотя текст написан клинописью написано совершенно особым образом клинопись это письмо либо использующая как правило и диаграммы с родни иероглифическому письму то есть каждый знак может обозначать понятие слова либо письмо слоговое в шумерском языке это основные диаграммы пиктограммы а в акадском это в основном слоговое письмо так вот когда обнаружили эти у корицкий у корицкие тексты стало ясно что письмо то алфавитное что там используется всего-навсего около 30 знаков ведь клинописном письме несколько сотен знаков а тут было использовалось 30 знаков около 30 знаков они были расшифрованы после и тексты были прочтены там найдено было много разных текстов которые помимо прочего помогли совершенно по-новому взглянуть на различного рода тексты истанаха текста библейский них были было много перекличек некоторые из них мы уже обсуждали вот часть этих текстов выносила явно мифологический характер и вот один из этих текстов принято называть текст об акхите и рапа и рапаитах по-русски рапаиты это рафаин хорошо известные нам из танаха как только какие-то великаны то ли один из народов населявших ханаанскую землю там разные значения вот но что нас данном случае интересует это то что отцом героя вот этого акхита был праведный и мудрый царь которого зовут даниилу и он является по сути дела одним из главных персонажей одних из главных героев этого эпоса который дошел до нас по фургментарном неполном виде но во всяком случае было высказано предположение после того что найдены были эти тексты что под этим данелем который упоминает их из кель подразумевается как раз таки угорицкий царь праведник а тогда все укладывается в понятную ясную схему три древних праведника ноах это наиболее древний потом вот самый данель древний угорицкий царь и потом его в какому времени вы его не привязать но тоже значит вот древний древний праведник параллели которому есть и в месопотамской литературе хотя там называется этим именем надо отметить что их из кель это автор пророк который живет на чужбине который хорошо знаком с месопотамской культурой окружающей его и поэтому не случайно что в его текстах возникают аллюзии на разного рода тексты и традиции которые были широко распространены по всему региону не исключено что еврейский персонаж вот этот самый наш даниэль был создан как некоторая фигура которая наследовала определенные черты угорицкого даниилу за исключением того обстоятельства что он не является наш царем он тоже мудрый и праведный и нельзя исключить полностью что из-за того что имя его вполне укладывалось в представление об еврейском имени об еврейском праведнике образе данэль даниэль корни понятны и по-разному этим логизируется это ну да скажем сейчас условно и поэтому возможно имя этого персонажа послужило вдохновением для рассказчиков авторов которые превратили этого персонажа в еврейскую еврейский образ этого невозможно было сделать с нохом и овом о которых имелись твердые традиции которые их в самом танахи относят к нееврейскому окружению в этом смысле угорицкий даниилу это фигура которая не факт что как бы создателем книги даниэля была известна каким-то образом угорицкая культура косвенно повлияла на формирование текста некоторых текстов танахи но концу эпохи второго храма середине правильнее сказать эпохи второго храма эти тексты были давным-давно забыты так возможно и родился библейский даниэль мы обратимся к первой главе книги даниэля потом прервемся сочтением текста но сначала мы поговорим о первой главе это первая глава удивляет нас сразу первой же фразы своей тут написано на третий год царствование иоакима царя иудеи пришел на ухудноносор царь бавилонский в иерусалим и осадил его и отдал господь в его руку иоакима царя иудейского а также часть храмовых сосудов и привел в землю шинар это название шинар несколько раз используется в танахе для обозначения вавилона судя по всему судя по всему это название имеет имеет шумерский шумерск шумерск шумерские корни в этом случае судя по всему земля шумеров называлась на их языке кингир и кингир связывают с термином шин ар и вот он но и повторяю в танахе это является обозначением вавилона одним из обозначения вавилона и он принял принес эти сосуды в землю шинар в храм бога своего и поместил их там сокровищницы храма своего бога видимо подразумевается мардук что странного в этом тексте странно в этом тексте то что если мы например откроем книгу царей которыми не так давно с вами читали то там рассказывается о том что йоаким был данником на уходоносора царя вавилона при этом на престол его посадил египетский фараон нихао нихо и видимо в тайне внутренняя его яким сохранял ему верность во всяком случае он пасть по истечении трех лет восстал против на уходоносора отсюда вот эти бешен на третий год царствования и кима проблема заключается в том что даже если исходить из текста книги малахим то не получается то что написано здесь книги даниэля поскольку согласно книги малахим и согласно имеющимся у нас данным юриким царствовал около десяти лет и малахим даже написано 11 лет то есть даже если он как тут сказано восстал по истечении трех лет своего царствования он не сразу потерял свою власть мало этого книги царей написано что и о яким умер своей смертью и бытность его царем но уходоносор не дошел до иерусалима и не осаждал город а вот ровно после того как и о яким умер и к власти пришел его сын молодой сын и о яхин или и хоня то по истечении трех месяцев но уходоносор действительно появился у ворот иерусалима и о яхин и и хоня сын и о якима без боя сдал город и был уведен в плен он 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 царская семья вся иерусалимская аристократия а также как тут сказано были вынесены сокровища храма господня то есть согласно книге царей то что рассказывает автор книги даниэля относится правлению не его якима а его сына который успел проправить всего три месяца откуда же наш автор черпает информацию а черпает он его из книги дебриям им которая была как я уже говорил со несколько раз создана по всей видимости в первой половине четвертого века до новой эры был появление александра то есть приблизительно за два столетия до создание окончательной редакции книги даниэль теперь вот иди времен рассказывается эта история несколько иначе автор книги не отрицает того что сын его я кима и о яхин был уведен в изгнание и вся аристократия вместе с ним но при этом по поводу его отца его я кима нашего героя он рассказывает такую историю что ее ким в его дни пришел на уходоноса царь вавилона заковал его в кандалы и чтобы увезти в вавилон и взял часть храмовых сосудов и отправил это храм вавилон он подчеркивает что это часть храмовых сосудов потому что другая эта часть была захвачена во времена сына и акима и ахина и хоний теперь почему автор книги хроник это делает с какой целью он конечно можно допустить что у него был какой-то источник информации до нас не дошедший но исходя из его последовательной идеологии состоящий в том что каждый грешник должен быть наказан за свои грехи а его яким представлен танахи как грешный царь он не может допустить мысли автор книги хроник что яким спокойно умер своей постели поэтому он рассказывает историю его пленение впоследствии иосиф лавий например был как-то вынужден эквилибрировать и совмещать эти два сообщения одно в книге царей другое книги хроник рассказывая о том что яким сдал город он так и сдал город на уходоносору на уходоносор обещал ему жизнь но не исполнил своего обещания и убил его якима прямо там и он не был похоронен мы отказаться обсуждали соответствии с пророчеством ирмияу а потом увел в плен сына его якима и ахина во всяком случае мы видим что в общем наш автор 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 книги бенеля довольно вольно обходится с текстами он берет сообщение с книги царей согласно которой на третий год своего управления яким вас по истечении трех лет своего управления яким восстал против на уходоносора здесь это превращается просто в третий год и сообщение от книги евро и амин согласно которой и аким был уведен в плен дальше и аким будет интересовать нас достаточно мало а мы продвинемся немножко по этой главе и прочтем что что тут рассказывается рассказывается здесь следующий что царь обращается к своему так сказать премьер-министр у как он называется рафса и сам слова сарис в библейском оберите имеет два значения министр вельможа и евну это может быть здесь и плыву вообще слова сарис аккадского происхождения и буквально обозначает тот который у головы царя вот которую головы шариши как бы верховный царедворец хранитель царя может сказать министр внутренних дел так вот царь говорит этому министру отбери мне среди сыновей израильских и из царского семени и из дальше используется такое используется персидское слово партами фратама по-персидски обозначает в вельможа здесь сказать что книга гниеля широко пользуется аромейскими аккадскими персидскими и греческими словами и все это превращает что называется в некий в них из салат значит итак навуходоносор велит отобрать ему каких-то знатных даже царского рода детей израиля которых нет порчи странным образом написано слово в общем имеется ввиду порча который красивы с виду а также образованы и всякие эпитеты касающиеся касающиеся их познаний которые у которой достойны того чтобы стоять во дворце царя и их надо на научить мудрости ли книги книги литературе языку халдеев халдеи или каздим это книги даниэля такое принятое обозначение вавилонской правящей династии и это надо сказать и ее как бы всего ее правление в чем-то это справедливо потому что новое вавилонское царство которое основал отец навуходоносора на мупаласар действительно является халдейским царством халдеи или каздим это одной из один из кланов один из племен в древнем вавилоне впоследствии поскольку одно из существенных свойств вавилонской мудрости было занятие астрономии астрологии халдеями стали называть всяких звездочет более позднюю эпоху так вот этим этим людям их надо научить и установить им постоянную царскую трапезу постоянную царскую трапезу здесь опять же используется такое слово под баг под баг это опять же персидское слово пати бага которое обозначает на значит вот как бы постоянную долю которая дается царем имеется ввиду еда а значит и вино и растить их три года и некоторые из них станут перед царем а вот раз цифра 3 имеет большое значение в этой главе напомню вам что это вообще такое как бы символическое число и она в литературе второго храма грейской литературе второго храма действительно не раз задействовано в книге эстер которую мы еще будем упоминать сказано что на третий год царствования какова цель какова цель царя в этой ситуации его цель его цель видимо с одной стороны добиться того чтобы наиболее талантливый из изгнанников потеряли какую-то специальную связь с со своим народом а чтобы они как бы стали сущности говоря вавилонскими вельможами и надо сказать что такого рода обычаи известны древнем востоке действительно раз за свидетельственной попытки царей ассимилировать и продвинуть какие-то высшие посты потомков завоеванных народов с тем чтобы сделать их абсолютно лояльными по отношению к власти а с другой стороны как бы добиться добиться прекращения связи с собственным народом ну и при всем этом привести к тому что новые свежие умы будут насаждать царские покои то есть это такая вполне реалистическая деталь но мы увидим куда собственно говоря это нас приведет автор наш конечно думает не только о каких-то известных древневосточных образцах его голове например может возникнуть муж и который как мы помним воспитывался в египетском дворце в его голове может возникнуть естественно такой человек как иосиф который воспитывается не воспитывается но возвышается опять же в египетском дворце вспомним про эстер из книги эстер которая становится женой царя пусть даже не возвести свое происхождение но так или иначе как бы мотив продвижения еврейских героев при царских дворцах при царе наземных царях он существует но здесь это обретает совершенно особое значение как мы увидим так вот из этих людей были избраны четыре даниэль ханния мишель вазария считал ли автор книги что кто-то из них царского рода мы не знаем зато мы можем вспомнить что в книге эзры описано что то что во главе изгнанников возвращающихся на родину стоят такие люди как шешба цар и носящие аккадские имена и ровно та же самая операция происходит с нашими героями вот этот вельможа меняет им имена и дает им имена аккадские даниэль получает имя бельша цар ханния шадрах мишель мишах азария веднегу часть имен очевидно аккадские а некоторые из имен возможно имеют иранское персидское происхождение что касается бельша цар то это ясно аккадское имя которое которое обозначает которое обозначает бог бел храни храни жизнь а веднегу тоже опять же судя по всему такого же рода имя раб бога него тоже аккадского вилонского пантеона а вот шадрах и мишах это судя по всему иранские имена шадрах мишах от шитра которое по ирански по персидски обозначает потомство а мишах мишах которое обозначает барана как видимо тотемное животное вот он меняет имена напомню вам так же что и воспитанница мордыхая адаса ее имя было изменено на эстеру мордыхая аккадское имя бавилонское имя от имени бога марду это опять же не редкость вообще нам известна практика в рамках которой цари и вельможи меняли имена своим вассалом или своим воспитанником тот же Йояким про него сказано что его исходное имя было Ильяким а фараон поменял это на Йояким есть еще пример и вот дальше говорится в нашем тексте это очень важно что Даниэль решил что он не будет он не будет оскверняться царскими явствами и попросил у царского министра чтобы тот его от этого освободил и бог как тут говорится даровал Даниэлю милость перед царским вот этим министром вельможей но при этом вельможа сказал Даниэлю я боюсь царя который назначил вам эти явства это еду и питьё он увидит что вы голодаете и отрубит мне голову он как бы меня казнит на это ему Даниэль отвечает тут тут кстати говоря появляется в Танахе впервые слово мельцар которое используется в современном иврите значение официант слово это акадское мацару да и его буквальное значение хранитель оно того же корня что и ивритский глагол линцор хранить и имя кстати бельшацар тоже связано с этим же корнем так вот он говорит хранитель есть хранитель который поставлен над ними этим вельможей вот Даниэль говорит этому хранителю и говорит так испытай дай своих рабов дай 10 дней пусть нам дают только только семена только семена а какие то в общем видимо то что можно грызть сегодня мы искали семечки да вот пусть нам дают только это и воду вот это то что мы будем есть и пить и ты увидишь после этого как мы выглядим после этих 10 дней и тогда решишь что делать со своими рабами и послушался он и испытал их эти 10 дней тоже такое типологическое число 10 которое несет в себя некоторую идею целостности и было видно что с ними все в порядке и поэтому вот этот самый хранитель мельцар давал им то что они просили а все эти четверо детей юноши им бог даровал мудрость во всем чем они бы не занимались а Даниэль к тому же был толкователем снов об этом будет отдельная история в следующий раз и в какой-то момент царь приказал привести их к себе и их привели и царь говорил с ними и не нашел никого подобного этим юношам и они предстали перед царем и всякая мудрость которую искал их царь он находил в 10 раз больше чем могло могло найтись у его собственных колдунов и мудрецов тут используется опять же опять таки используются слова которые имеют частности акадское происхождение вот слова это колдун мудрец не было таких мудрых во всем его царстве и был даниэль там до первого года кира царя а то есть как бы тут устанавливается временная граница временная граница от иоакима так называемого изгнания и до появления кира мы увидим что в середине между ними происходит очень странные вещи с точки зрения хронологии и и и географии об этом мы уже будем последствия говорить вот но что уже сейчас мы мы можем отметить мы можем отметить что что вот вот эта история про избрание молодых юношей которые должны благодаря своему образованию и мудрости предстоять перед царем эта история превращается здесь в историю испытания испытания верности вере отцов ничего подобного мы в общем не находим ни в одном произведении в танахе которое этот сюжет этот мотив проводила в жизнь в истории с иосифом этого нет он остается как бы он не теряет связь с отцовским домом но нигде не подчеркивается в самой истории что им движет желание остаться верным именно богу отцов которого он упоминает время от времени то же самое и с мордыхаем и эстер ничего подобное там прямо не излагается здесь это излагается впервые в ясной форме и кроме того еще один момент на который следует обратить внимание это то что эта верность связана с представлениями о нечистоте нееврейской еды вина и видимо хлеба опять же если мы будем искать по всему танаху мы нигде такого не найдем мы когда-то говорили с вами о том что последствии комментаторы различные времена занимающиеся книгой эстер задавались вопросом а как эстер находясь во дворце соблюдала еврейские законы в частности что она ела что она пила и ничего наш автор автор самой книги эстер об этом не рассказывает не рассказывает по всей видимости потому что это его не заботит когда-то мы сравнивали книгу эстер с книгой иудит более поздний которое написано в эллинистическую эпоху и там вопрос пищи употребление пищи неевеев стоит очень остро и так же остро он стоит здесь в книге Даниэля то есть очевидно что эта глава хотя и относит события ко временам царя навуку доносора на самом то деле отражает гораздо более позднюю эпоху эпоху эллинистическую хотя в самой этой главе пока что в первой главе нет никаких греческих слов в ней есть слова аккадские повторяю персидские и даже египетская вот это слово которое упоминается в истории Иосифа это слово по происходению египетская которое обозначает жрецов сведущих в тайной мудрости вот греческих слов здесь пока нет они появятся интересно что они появятся в книге Даниэля как раз в арабейской части книги и и там греческими терминами будут называться музыкальные инструменты теперь я хочу обратить ваше внимание еще на то что Даниэль и трое других юношей здесь появляются вместе потому что дальше мы увидим что они они появляются как правило отдельно друг от друга мы об этом будем специально говорить теперь как бы поскольку время постепенно подходит завершению мы правда сегодня немножко задержались я хотел бы сказать несколько общих слов о структуре книги Даниэля книга Даниэля состоит из двух частей одна часть это рассказы другая часть это видение рассказы это с первой по шестую главы книги Даниэля с седьмой главы по двенадцатую это видение мы потом будем говорить о том что к этим рассказам первой части были добавлены в Септуагинте еще несколько рассказов и кто кто смотрит например церковнославянский или переводы или скажем то что называется православная или католическая библия найдет там еще несколько глав с рассказами о Даниэле мы упомянем их отдельно вот но вот Масарецкая исходная книга Даниэля состоит из этих двенадцати глав и все было бы да и вот как бы тематически она делится ровно пополам все было бы хорошо если бы не было бы еще одной оси деления которая нарушает эту устроенную структуру а именно деление по языку мы видим что первая глава книги Даниэля написана на иврите на позднем библейском иврите дальше вторая третья четвертая пятая шестая и седьмая главы а седьмая глава повторяю это уже глава которая описывает видение Даниэля они написаны по-арамейски начиная с восьмой главы и по двенадцатую мы возвращаемся опять к ивриту который временами сложнее арамейского не столько даже из-за самого иврита как такового сколько из-за содержания которое представляет собой своего рода шифр и видение Даниэля которое содержится во второй части книги это видение совершенно особого рода не похожий на видение пророков Израиля мы об этом тоже специально и отдельно поговорим во всяком случае композиция книги представляет собой тоже некую загадку потому что содержательное и языковое отделение не совпадают друг с другом почему это представляется странным сам факт что книга двуязычная не так уж странен мы это уже видели например книга Эзры она тоже двуязычная там есть части которые написаны на арамейском языке и части которые написаны иврите что не удивительно потому что арамейский язык в ту эпоху был лингва франка это был язык международного общения и административной переписки персидской империи он вытеснил аккадский язык который был вот таким языком перед арамейским на протяжении второй половины второго тысячелетия до новой эры в начале первого тысячелетия а потом вот арамейский начинает вытеснять где-то примерно с восьмого века до новой эры но если в книге Эзры это деление не структурировано в общем то оно просто свидетельствует о том что говорили и писали на двух языках иногда впрочем передаются тексты на арамейском языке которые должны отражать оригинал документа как например памятка которую нашли в архивах и которая отражает приказ Кира отстроить храм в Иерусалиме но вот книги Даниэля как мы видим это языковое деление оно очень продуманное и играет довольно существенную роль в композиции книги и в ее содержании неспроста видения на иврите основном кроме одного а рассказы на арамейском языке это вот то что мы будем обсуждать в заключении перед тем как дать возможность вам задать вопросы по сегодняшнему разговору я хотел бы обратить внимание я сейчас то дам чисто схематической форме а потом мы это обсудим интересно также что композиция рассказов первой части за исключением первой главы которую мы сейчас прочли создает хиазм потому что есть связи между второй и седьмой главами первой части и там и там содержится эскатологические пророчества или видения отцовства третья и шестая главы где герои испытываются и четвертое и пятое где описывается наказание царя в то же время это хиастическая структура но при этом надо иметь в виду что есть и внутренние связи между отдельными главами вторая и третья содержит в себе описание некоторого истукана вторая и четвертая главы содержит описание сна в во второй в четвертой и в пятой главе Даниэль выступает в роли толкователя или снов или неких текстов а вот как бы очевидно что структура книги чрезвычайно продуманное вот мы сделали таким образом сегодня вступление в книгу Даниэля а дальше читая более-менее меняющиеся формы детализации эти рассказы и тексты мы как бы углубимся в содержание книги Даниэля сейчас время задать вопросы если таковые есть пожалуйста вопросы замечания вот у меня есть вопрос во первых тогда когда она создавалась если вот мы говорим про середину второго века по идее вот те события которые были вокруг восстания хашманаев да и по идее но они не могли не быть затронуты в книге Даниэля все эти события тут же в общем то насколько понимаю только вот ссылка на то что ну оставались верными верными закону скажем так смотрите что касается восстания маковеев то судя по всему она находится за пределами перспективы автор то есть самое позднее время это то что непосредственно предшествует восстанию маковеев а именно те гонения которые устраивает на еврейскую веру антиоха эпифан четвертый в последних главах книги Даниэля там это как бы достаточно ясно прописано а он ничего не говорит о восстании то есть по всей видимости как бы это и является границей по времени вот что касается того когда она создавалась эта книга в целом то на этот вопрос нет однозначного ответа то что я попытаюсь сказать будет выглядеть следующим образом первая часть арамейская часть за исключением первой главы который мы который мы еще вернемся но вот рассказы о Даниэле его товарищах на арамейском языке судя по всему создавалась либо в третьем в третьем веке может быть в конце третьего века мы точно не знаем а вот вторая последняя часть книги Даниэля там где видение она действительно видимо создавалась во время правления антиоха эпифана и получается тогда что те как бы тексты были соединены вместе об этом мы тоже будем говорить и возможно что книги действительно создавалась целиком на протяжении ряда десятилетий более точно ничего сказать нельзя хотя я упомяну мнение с которым сам не согласен я его упомяну что рассказы о Даниэле и его товарищи вот эти на арамейском языке что они создавались еще в до эллинистическую эпоху персидскую эпоху мне это представляется маловероятным когда мы будем читать эти рассказы тогда я объясню свою позицию еще вопросы замечания если если есть ну еще если а вот можно все таки еще тогда еще один просто добавление в вопрос да то что писали что это каким образом это все транслируется вот то что написали вот те с основой то что был угорицкая ну некий угорицкий царь да каким образом это ну скажем так переместилось вот в ну и в книге Даниэля какие как это как это как это как в принципе они оказались так так вот связаны я думаю что есть сюжеты и мотивы которые обладают способностью кочевать то есть это был какой-то вот этот Даниил он был точно так же как и другие герои они как бы были известны истории они были известны они ходили по всему Леванту и по всему вообще востоку древнему вот хотя не исключено и косвенное влияние угорицких текстов через кананскую культуру потому что мы видим что что вообще с этого я начал что есть очень много перекличек как содержательных так и стилистических а иногда языковых заимствований из угорицкого языка как это попало в тонах судя по всему через посредства хананской культуры поскольку как бы сам угориц пал по сути дела до того времени что древние евреи как бы формируются как народ на территории земли Израиль их разделяет по крайней мере я не знаю если не столетие то по крайней мере какое-то количество десятков лет повторяю угорицкал в конце тринадцатого века до новой эры значит могло как бы традиции могли проникнуть и так но то что даниэля упоминает именно их искель который находится в изгнании нигде больше этот герой не упоминается их искель находится в бавилоне может навести на мысль что вот это один из таких бродячих образов бродячих сюжетов о древнем праведнике который стал ему известен их искелю когда он находился уже в изгнании в бавилоне вот и как бы он это что называется озвучил в одном из своих пророчеств такой вопрос добрый вечер можно сказать сколько авторов в этой книге очень трудно однозначно сказать сколько авторов надо полагать что как бы вот первая часть книги по крайней мере рассказы да они созданы одним автором видения созданы другим проблема заключается в том что первое видение написано на арамейском языке я говорю что как бы тут есть проблема с композицией все не делится так однозначно просто и будем говорить о значении этой главы этого первого видения которое написано на арамейском языке как некоторой связке смычки между двумя частями книги но надо полагать что вот те главы на иврите которые с восьмой и по двенадцатую это как бы отдельное совершенно произведение написанное отдельным автором являющиеся по своей сути псевдо эпиграфом поскольку оно от имени Даниэля излагается как бы как автор этого произведения вот хотя пишется значительно позднее но это как бы вообще знак эпохи огромное количество псевдо эпиграфов которые существовали тогда пожалуйста есть еще какие то вопросы или замечания или мы здесь завершаем если вопросов нет то мы тогда здесь поставим сегодня точку и в следующий на следующем занятии уже углубимся в книгу Даниэля я тогда всех благодарю за внимание Натан ты нас слышишь просто боюсь отключать если он не сохранит Натан слышишь ли ты нас Натан 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 так сейчас попробуем отзвонить он должен вас отключить пока что я со всеми прощаюсь ты нас слышишь ты можешь я могу выходить я могу выходить ты можешь сохранить все да 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 спасибо пока 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 я не знаю я